Добрый день, уважаемая церковь. Меня зовут Ольга Жданович, мой супруг Александр, двойно маленьких детей. Мы тут уже в этой церкви находимся 5 лет, наверное, уже будет в июне. Да, Александр? Юбилейный у нас какой-то год. И мы вернулись буквально вчера, вернулись из путешествия. Хочу немножко вам засвидетельствовать. Вообще, то, что происходит в мире, это тяжело бывает. И нужно иметь такие стальные нервы, характер. Но а в церкви мы можем быть такими, какие мы есть. Слава Богу. Хотела вам рассказать про мечту. Мы, когда приехали в Болгарию 5 лет назад, нам очень все понравилось, и погода, и море, и люди, и церковь. И даже никуда не хотелось уезжать, путешествовать, потому что так все круто. Зачем даже? У нас родилась маленькая Злата, и я мужа просто вот так вот выпихнула пинками в Дубае, говорю. Мы просто раз в год от компании путешествуем. Говорю, ты едь, говорю, как бы это вроде как подарок, путешествие, отдых. Но я говорю, тебе надо там быть, потому что это, ну, как бы такие бизнесовые дела. Надо быть в курсе. Потому что мне никуда не хотелось уезжать, даже какие-то там Дубаи. Ну, время идет, детки растут, и мы ездим по командировке страны СНГ, решаем свои вопросы по бизнесу, и начинает наш сын, уже взрослый, 8 лет, говорить, ну как это, вы ездите, а мы дома, мы тоже хотим куда-то выезжать. Ну, это понятно. Для них Болгария уже, скажем так, для нас это был потолок, а для них это пол. Они уже привыкли к этому солнцу, и, понятное дело, это развитие, определенные выезды. И мы в прошлом году начали молиться, приняли решение, что мы хотим поехать в круиз. Это, вот кто не знает, это огромный корабль, это отдельное государство с полицией, с медицинскими работниками, с развлекательной программой, с едой. Ну, там все, там город, целый город. То есть вот этот корабль, он курсирует от одного города в другой, ночь плывет, а день стоит. И пока корабль стоит, люди все там выходят, новый город, смотрят, фотографируются, путешествуют, ездят, посещают разные там аквариумы. Ну, у кого, короче, у каких кого-то интересы, театры и прочее. И мы поняли, что мы хотим именно в круиз, потому что это много стран, это очень удобно с детьми, не надо там, это не в горы подняться, это там не на рафтинге спуститься, это все комфортно. И в то же время очень много впечатлений, потому что 7 ночей, 7 новых городов. Это круто для детей, вообще потрясающе. И так как пятизвездочный отель, все включено, ты не думаешь там ни о еде, ни о теплее, все есть. И мы задумали, что да, мы действительно хотим, и начали молиться. У нас были финансы высвобождены на это дело, но ни за два месяца, ни за месяц не было свободных кают, тут просто нет. Мы думаем, да что ж такое, желание на сердце есть, а возможности не получается. Ну, мы, слава богу, смирились. Как бы, если что-то у нас не получается так, как вроде бы хотелось, мы понимаем, что все во благо верующему. Слава богу, за моих родителей такой принцип вложили в наши головы, что все к лучшему. И мы решили сделать сами турне. Поехали в Беларусь, заехали там в Польшу, посетили зоопарк варшавский. У нас папа покаялся у Саши, и вот в феврале месяце, кто не знает, он погиб в несчастный случай, но он успел покаяться, то есть бог все делает во благо. Но желание в сердце посетить вот такой вот круиз, он оставался. И та компания, в которой мы работаем, они, короче, объявили опять путешествие и выбрали не какую-то страну, а именно круиз, представляете? Бог все так усмотрел чудесно. И мы в этот круиз, естественно, попадаем. Ну, чтобы вы понимали, у нас висела дома, все это видели, такая карта. Нам надо было сделать определенную работу, сделать объемы и попадаем в круиз. И мы нарисовали как детскую такую карту, где нужно, знаете, вот эти фишки переставлять, ходить, и мы, типа, достигаем своей цели. И наши дети были в этот процесс вовлечены, то есть они должны были слушаться, не мешать нам. Короче говоря, все содействует тому, чтобы мы могли всю эту работу сделать. Ну, и самое главное, это мир в семье поддерживать, не ругаться друг с другом, папу с мамой не напрягать капризами. И, короче говоря, все так и произошло. И мы, конечно, долго готовились к поездке, и я рассказываю своему мужу, вот я девочка, мне 31 год, и я говорю, что одежда – это часть круиза, да? Ну, собрать два чемодана, вещи красивые выгулить, ну, почему бы нет? Или я, может быть, каких-то приземленных местах, ну, мы должны быть. И мне Бог говорит, что как лилии я одеваю, так и ты будешь одета. Ну, я, значит, одежду собираю, а там есть один нюанс. Утюгов нельзя провозить. А если сдать вещи, то в лучшем случае тебя просто возьмут там 30 евро за один пиджак, а в худшем случае вообще не получишь, через 2-3 дня они только, ну, короче, большое там много людей, и они просто не успевают это прачечное давать вещи вовремя. Вот, утюг нельзя пропускать. И вот что вы думаете, вот Бог допустил, что у меня мысль о том, как же я буду все утюжить, у меня же нарядов много, пиджаки там все это, положив в чемодан, достаешь как будто бы вот так вот все скомканно было. И я начинаю думать, а как же то, мы начинаем придумывать, а может быть там все-таки провести этот утюг, а может как-то его спрятать, но как бы нарушать не хочется, мы же люди верующие. И вот это вот постоянное метание. И в итоге в последний вечер я пишу одному знакомому, а он, чтобы вы понимали, парень такой весь видный, красивый, он вообще парикмахер, чемпион мира Москвы, чемпион Москвы по парикмахерскому искусству, он стилистом работал у Валерии, но я знала, ну точно он решит этот вопрос, потому что точно-точно он всегда с иголочки одет. Я ему пишу, его зовут Баур, он сам узбек, родился в Казахстане, такой интересный, живет в Москве, оказывается он в магазине семьи, у него 9 детей, родители живут до сих пор там в ауле в Казахстане. И я говорю, Баур, у тебя будет отпариватель? В последний день перед отъездом он такой говорит, нет, и вообще я, наверное, думаю, что Бог не хочет, чтобы я полетел в круиз. Я говорю, в смысле? А он только полгода как назад покаялся. Мы с ним познакомились года два, и мы постоянно, мы в него все или все вместе, все или, все или, все или. И он мне говорит, Оля, давай вот только не обо христианстве, ты что, я мусульманской семье рожден, ты что вообще? Но Бог так делал, что через каких-то людей других он тоже получал семя. В итоге он пошел сам в церковь, Рикарейнера в Москве, и он там, короче говоря, говорит, я понял, что я дома, вот я прям понял. И, короче говоря, вот он начал возрастать в Боге, посещать церковь, домашнюю группу, там вот подружился, там у него духовный появился наставник. И вот он мне заявляет, Бог не хочет, чтобы я поехал в круиз. Я говорю, здрасте, говорю. И я тут же поняла, почему у меня эта навязчивая идея была с этим утюгом. Вот правда, я так разохоталась, я говорю, все, Саша, вообще, даже не заморачивайся, слаживаем как есть, Бог все усмотрит, потому что уже миссия выполнена. Потому что Баур мне открылся, да. И он начал мне писать, что его отцу 90 лет, его зовут, отца зовут, сейчас тоже помолимся заодно, Сайдула, и ему накануне позвонила мама прямо перед самым отъездом и сказала, что папе 90 лет, и он, короче, плохо себя чувствует. Сестра сказала, и вот как вот дьявол сеявит такие сомнения, что папа просто не доживет в очень плохом состоянии. И уже он, этот парень, он планировал просто отставить поездку, все эти подготовки, все это, ну, считайте, это часть работы, быть на таких мероприятиях со своей командой, со своими людьми. И тут, короче говоря, он планирует менять билеты и лететь уже в Казахстан. Я говорю, да ты что, да не может быть, да не может быть такого, что Бог тебе плохо. И мы давай молиться, мы тоже написали в церковь, наш Геннадий пастор вообще, как он все умудряется быстро отреагировать, тут же дает слово, что надо делать. Вот, и этот парень отключается, типа пошел спать. И вот я только приезжаю сегодня, вчера мы приехали, открываю скайп, и он мне вот такущее сообщение накатал о всех его мыслях и сомнениях, которые у него тогда были перед тем, как вот именно мы все выехали. И что там у него только не было, что, возможно, христианство это уже не его, а может быть Иисус не существует. То есть там дьявол такие, чистую проблему такие, сомнения закрутил, завертел. Но, слава Богу, я даже не открывала это сообщение, я только получила от другого брата, что на утро, после всех наших молитв, после всех наших промываний Бауру мозги, что Бог его любит, что такого не может быть, говорю, ты что, с ума сошел, Бог хочет, чтобы ты там был. Просто тебе надо получить для себя ответ. Вот лично, правда, Геннадий говорит, надо лично получить ответ в сердце. И вы знаете, утром, а еще момент был, я ему начала говорить, так слушай, так тебе надо с папой поговорить. Зачем к нему ехать? Если человек умрет, все, какая разница, да? Что перед тобой умрет, и что не так? Самая главная душа, поговорить. А папе 90 лет не говорит, не слышит и не видит. Вы представляете? И у меня просто руки отвались, думаю, да что вы, а как вообще? У меня вопрос, а как тогда людям донести благую вещь, когда они не видят и не слышат, как вообще люди живут? Но Геннадий говорит, не может быть такого. Родные же как-то с ним общаются, думают, врач все знает. На утро он нам передает послание, этот парень молодой, что позвонила мама и сказала, что папа уже лучше себя чувствует и помирать не собирается. Лети, говорит, в свою Италию, делай то, что тебе надо, запланировано, все будет добре. И говорит, у меня так вообще, я уже ложился спать с мыслью, что все, лечу в Казахстан, а тут. И он такой приподнятый, но это не все. Мы когда-то приехали, представляете, мы каждый ужин, каждый вечер мы были за одним столом. Он сидел напротив меня, и я просто видела эти светящиеся глаза и понимала, насколько для него это все было важно. Мы, конечно, как Геннадий сказал, мы собрались, помолились за его семью, за его папу, чтобы пришло спасение в их дом, потому что эти вопросы очень сложные. Семья мусульманская, и это большая слава Господу, что Баур потом уже приехал, вернулся, написал такое послание, было очень действительно приятно. И, знаете, хотела еще сказать, что очень чувствуется, когда церковь молится. Вот мы когда уезжали, мы ехали еще три дня, были в Генуа, и вот, знаете, ну сами мы привыкли быть в этом всем молитвенном, Библию читать, прославление, и вот сами включили, помолились, пели, даже дети наши подхватили. Ну а потом как-то вот все равно какая-то суета, какие-то задания, какие-то, ну мы где-то что-то расстроились, необычная обстановка. И вот я уже чувствую, что к третьему дню я уже не хочу ни читать Библию, ни молиться, вот какой-то такой, знаете, и я такая чувствую, что я в такой прострации, что я даже не знаю, куда мне деться. И мы когда на круизный лайнер шагнули, вот момент такой, это было в пятницу, в субботу у нас был такой скомканный день, нас повезли в экскурсию, которую мы не планировали, не хотели вообще, не туда, куда мы хотели, на дегустацию вин. Где мы, а где вины, нам вообще было неинтересно. И я хожу по этому городу, я ни экскурсовода не вижу, я терпеть не могу вот эти вот экскурсии, где ходят табуном друг за другом. Ну вот просто я знаю, что не я одна такая. И вот, а нам это подарили, представляете? А у меня внутри, я думаю, господи, для чего, зачем? Вот скажи, зачем я тут? А мне Бог говорит, потому что здесь есть люди. Я оборачиваюсь на этих людей, а там люди самые высокого, вот самые крутые, во всем, вот в нашем компании они самые крутые. Думаю, ну да, действительно, именно тоже Бог нужен, даже если они круче нас. И что вы думаете? Проходит буквально 15 минут, и я вижу, как на моих глазах женщина, которая нас сопровождала, тоже типа экскурсовода, у нее вот так вот нога прыгает с этого бордюра на другой бордюр, и она как чик-чик, и, короче, она подворачивает ногу и падает, вот так, вот прям кубарем на эти ступени. И мне Бог говорит, иди помолись. Я такая, иду как робот. Не знаю, что я уже говорила, я не помню. Короче, мы за нее молимся, подходит Саша, я вижу, что она вообще не понимает, что происходит, то ли мы колдуны, то ли еще у нее такие мысли. Я говорю, все будет хорошо, типа. И потом вдруг я вспоминаю какие-то свидетельства, начинаю ей говорить эти свидетельства. Думаю, боже мой, что я делаю вообще? Что я делаю? А потом она пошла, забинтовала ногу, и через буквально два или три дня я уже ее увидела в другой одежде, и каждый раз, когда она нас видела, она говорила, у меня все хорошо с ногой. Представляете? То есть пусть не моментально, но Бог реально. И вот то, что мы... Потом мы зазнакомились, Саша, короче, ну Бог так всегда. То меня, то Сашу, вот так вот он не дает нам быть сильно такими, знаете, ну, притираться. И Саша тут сразу отдавайте ваши контакты, там, а как вы то, с кем вы занимаетесь? Короче, мы с ней познакомились. Бог четко показал, зачем мы туда поехали. И воскресенье, когда церковь молилась, у меня пришел мир Божий. Я говорю, слава Богу, мне ничего делать не надо. Я же дочь царя. Просто ходить, наслаждайся. Где бы ты, не Бог сказал, где бы ты ни была, там везде будет мир и порядок. И, ну, действительно, провели чудесное время. И после воскресенья мы тут же поняли, как можно детей отправить в детскую комнату. Потому что, ну, когда все время, знаете, все время в таком этом тяжело. А тут, короче говоря, все стало как-то рассредотачиваться, определяться. И мы, наконец-таки, стали уже успокоились, ну, адаптировались к месту. И хочу вот такой итог подвести. Как бы мы не чувствовали себя духовно зрелыми, там, возросшими, один, это просто мишень для дьявола. Постоянно. И даже два человека, это еще как бы, ну, муж и жена, вроде хорошо, да? Но когда есть церковь, которая молится, которая за тебя горой, то можно быть таким вообще героем. Слава Иисуса Христа, это однозначно будет работать. И я для себя поняла, что мы здесь, мы создаем такую семью, такую ячейку, такой организм серьезный, Божий, который работает, который имеет силу. И Бог специально так делает, чтобы каждый из нас взаимодействовал. Но периодически Он нас отправляет как стрелами, так туда, сюда. И эта стрела будет лететь только тогда. И находить только в цель, когда здесь идет молитва, поддержка. Я для себя это однозначно поняла и говорю, все славу Богу за его церковь. И давайте вместе хочу помолиться. Саша тоже хочет посвидетельствовать, да? У нас были такие моменты, что, знаете, бывает, идешь и просто человеку даришь молитву покаяния. Вот просто. А здесь женщина к нам одна подошла, начала спрашивать про нашу работу, как мы работаем, почему мы такие там, у нас получается, у нее не получается. И я понимаю, что у нее висит такой медальон, такой буддийский какое-то такое направление. И, ну знаете, Бог все равно дает слово для таких людей. Потому что я понимаю, что у нее есть какой-то щит. Бог дает слово. Я начинаю свидетельство начинать с книги Йонгий Чо «Четвертое измерение». И она ее записывает. Понимаете? То есть, может быть, не получается молитву покаяния, потому что Ловна говорит, я не христианка, где в скобочках и не собираюсь ей быть. Но книгу Йонгий Чо «Четвертое измерение» человек уже записал. Понимаете? То есть, это, да, и я понимаю, что это тоже как бы часть Божьей работы. Потому что где-то нужно конкретно человеку сказать «хочешь?» «Хочу», повторять за мной. А где-то человеку просто дать какой-то пунктир, он умный, как говорится, сам разберется. Поэтому хочу с вами тоже подарить эту молитву. Может быть, кто-то… Я ее всегда проговариваю со всеми людьми, потому что знаю, что всем она нужна. И мы должны всегда находиться с Отцом на самом близком расстоянии. Поэтому давайте встанем и повторим. Потом расскажу, чем все закончился у нас круиз. Дорогой Отец Небесный, спасибо Тебе за мою жизнь. Прости меня за все мои грехи. Я принимаю Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем. Духом Святым Води в мое сердце, Омой меня, Очисти меня, Сделай меня праведным. Пусть у меня будет та жизнь, Которую Ты для меня спланировал. Пусть я буду Твоим, Пусть я войду в Твое Царство, Пусть я буду Твоим Светом, Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я знаю, что после того, когда люди произносят эту молитву, в жизни что-то начинает, что-то начинает по-другому. Я говорю, вот там, за стенами церкви, там одна атмосфера. Здесь и плачешь, и смеешься, и прыгаешь, как ребенок, потому что это вот эта внутренняя наша душа. И я хочу попросить Александра Ждановича, чтобы он тоже... Люду, да? Сначала Людмилу. Да, Людмила нам посвидетельствует, расскажет свои свидетельства, и Александр потом расскажи нам, пожалуйста, про официант. Спасибо.